Музыка Это так, но его уже нет Ты стремишься к следующему И вот так вот это божественное искусство Каждым исполнением рождается И тут же исчезает Секрет музыки Это уже, мне кажется, секрет божества Двора улица носит давнее название И как раз на той же улице я и родился И я в этом здании начал свои первые шаги в музыке В 1939 году был принят февральскую музыкальную школу И вот с нашего дома сюда ходил на уроки И возвращался по той же улице домой Мне еще это здание дорого и тем Что оно было построено заботой моего отца Который был бургомистром города И это была первая школа Воздвинута после Первой мировой войны А вот здесь это дерево было и тогда Но я, конечно, так хорошо не помню Мне было всего лишь 11 лет Ну и дерево было, конечно, поменьше А вот это здание Шевляйский драматический театр В декабре 1942 года я здесь впервые выступил На концерте как ученик Шевляйской музыкальной школы Я же скрипач Я же учился на скрипке И консерваторию кончил как скрипача И дирижером только стал уже потом Когда в 1963 году Игорь Маркевич проводил свой семнар Московской консерватории Он длился полгода И днем принимали участие небольшая группа По-моему, 13 или 14 человек Молодых советских дирижеров И я попал в эту группу И это для меня было очень важно Потому что я не имел дирижерского образования Мое образование только как скрипача Я себя считаю воспитательным домом молодежных оркестров Но в основном всю свою карьеру я и построил На молодежной оркестре Через молодежные оркестры Которые потом привели И к успешной деятельности этих оркестров Когда они стали уже вполне зрелыми Профессиональными оркестрами Начал я именно с оркестровой педагогикой В 1955 году меня пригласили руководить оркестром школы искусств имени Черленеса Вильмези В 1976 году на конкурсе молодежных оркестров Фонда Херберта фон Караяна в Западном Берлине Где я выступал с оркестром школы искусств имени Черленеса Ну и мы были отобраны представлять Советский Союз На этот конкурс были отобраны 10 лучших молодежных оркестров мира Каждый должен был играть целый вечер 100 минут чистой музыки Я был отмечен золотой медалью и первой премией На конкурсе молодежных оркестров Фонда Херберта фон Караяна Вот этот Караян Изручает мне золотую медаль Вот этот состав моего оркестр Награду получил с его рук И с его очень лестными словами И скажу правду, потому что имею много свидетелей, которые это слышали Это был весь оркестр, это слышал Когда он зашел за кулисами Он громко сказал Это фантастично, это невозможно Вы посмотрите на лица музыкантов Главное было воспитать непосредственность Мы играем, нам приятно Это наше удовольствие Это мы играем, потому что нам хочется играть Мы хотим публике что-то дать А не мы боимся Мы должны им сыграть Мы должны им очень хорошо сыграть Нет, тебе же не надо Надо снять это напряжение Надо воспитать радость музыцировать Пожалуйста, срочно Вот это наш дом в городе Щавляй Где я родился Это мои детские Всех детские фотографии есть Вот, с родителями Мой отец по образованию экономист Он кончил русскую гимназию в Вильнюсе Потом учился в Петербургском университете Но Первая мировая война Он не успел кончать Окончил свое высшее образование в Германии Кончил университет города Хали Был избран бургомистром города Щавляй Ну вот, улица его имени названа И вот в городском совете Висит его барельеф Здесь он во время своей работы на этом посту Очень много сделал добра Вот это здание как раз им построено В советское время здесь был Гарком партия А немцы устроили здесь Германская комиссария Так что все власти всегда выбирали Вот именно дом, который построил мой отец А теперь находится Щавлянская городская филармония Диригент, республикос насыпельный артист Саулиус Сондецкис Мама была очень верующая И ее брат был солнце И в школе в мое время Все мы были воспитываны религиозно А мой отец, как социал-демократ И того времени, он был и безбожник одновременно Ну, разногласней на этой почве семьи не было Отец требовал, чтобы мы в воскресенье не просыпали В костел, когда надо, идти на ученическую мессу Я говорю, дети, почему спите? Арш, костел А я говорю, почему ты не идешь? Это не твое дело Когда станешь взрослым, поймешь и сам Тогда сможешь рассуждать А сейчас выполняй свой долг Вот так было у нас поставлено Отец так правильно воспитывал Всегда требовал, чтобы обязанности выполнять Если дал слово, должен его удержать Ну, мы так и воспитывали Как-то проблем с детьми не имеем В смысле поведения, воспитания Все имеют профессии, все трое У меня три сына Один с первого брака Он образование экономиста Но он все время был творческим работником Он все время работал на телевидении Он был одно время директором литовского телевидения А сейчас у него своя телевизионная фирма Он готовит передачи для русского И большему населению Прибалтики А остальные двое, они оба музыканты Они уже сидели Старший Паулюс Крипач Он заместитель концертмейстера Оркестра Мастертеума в Зальцбурге Окончил университет Мастертеума И там продолжает свою работу А младший Витовтас Он тоже заместитель соло-чилиста Нордочерунфонг в Хамбурге А вот здесь наша капелла домашняя Вот младший Вот старший Ну вот и мы сидели В корне мы довольно-таки простые люди Мы связаны с землей И наши прадеды жили на деревне И мой отец вырос в городе Но это, в Шевле, это очень маленький город И это меня действительно поражает Потому что как может человек Сам от себя понять вот этот путь И прочувствовать этот путь Я вырос в семье музыкантов Для меня не было таких вопросов Как интерпретировать что А он должен был искать И он действительно нашел очень глубокие пути Для исполнения Выдающихся композиторов Субтитры создавал DimaTorzok Это архив Вот так Вот здесь выступление с разными оркестрами БСО-оркестром Бразилия, Уругвай, Аргентина Вот это Зайдзурский фестиваль Это гастроли С Петербургским оркестром Филармония Юрия Тимирканова Оркестром В Японии В 91-м году Оркестр Эрмитажа Вот здесь Там школа Чурленица Здесь все мои записи Все пластинки мои В работе с оркестром Есть два метода работы Это работа дирижера-воспитателя Это работа главного дирижера Который постоянно И предпочтительно играет Со своим оркестром Вот таким был я Так работал Евгений Александрович Моробинский Так работал Герберт Функароян Есть другой тип дирижера Это дирижер-гастролер Который приезжает на гастроли И благодаря своему высокому дирижерскому мастерству Так умеет быстро увлечь оркестр И получать огромное усилие Нет, 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 нет Я покажу У меня есть свой метод У меня есть свое слышание И вот этот метод у меня отработан И этим я воспитал не один оркестр Я руку только Надо как тренеру хорошей команды Все время оттачивать мастерство Как только ты отпустил И сразу появляются опять эти пыли И на хорошо слаженной игре уже нарастает пыль Вот, скажем, мы играем симфонию Кончантарта Моцарта Там это грустнейшее место Которое я просто умираю Плачу, когда всегда когда-то у нас звучит Они мне сыграли красивым звуком Все вроде нормально А я им говорю Ребята, за такую игру дают срок Ла-ри-ри-ри-ра-ри-ри-ри Я должен поплакать А то иначе для меня нет второй части Самый красивый Можно больше было ничего не написать Хватило вот этой одной мелодии. Красивейшая мелодия, которую надо сыграть. Та-ри-ри-ри, та-ри-ри-ри, ла-ри-ри-ри, ла-ри-ри-ра-ра. Они мне сыграли так. Та-ри-ри-ри, та-ри-ри-ри. Я говорю, что вы толкаете эту руку вниз? Ла-ри-ри, остановите руку и медленно пустите. Та-ри-ри-ри, ла-ри-ри-ри, смотрите разницу. Подсказывают такие мелочи. Если все дружно, четко выполняют, получается вот эта слаженность звучания группы, которая уже может прихватывать еще за горло публику. А я всегда оркестру говорю, публику надо душить. Не надо их жалеть. Они такие счастливые. Когда мы их преддушим хорошо, когда они перестают, уже так слушать, перестают дышать и от счастья. Потом они от счастья умирают, кричат бис, встают. Ну, надо чувствовать меру. Как уже слышим, что им уже не хватает воздуха, отпустите. Дайте им вздохнуть. Ну, это самый высший литовский орден, орден Гереминоса, первой степени. Вот, он носится вот так. Вот это здесь, а это вот здесь. Ну, а здесь очень важный австрийский орден за достижение в области науки и искусства. Это орден датского рицара, этот польский, орден польского рицаря, миротворец, российский орден, который получали крупные деятели и культуры, и науки, и спорта. А здесь есть, конечно, награды и советского периода. Дружба народов, знак почеты, тут народный артист СССР, государственная премия СССР, премия Ленинского комсомола и отличник культуры. А вот, вот, в этой сорочке меня крестили. как я был одет, не знаю, вот как-то так. Все моральные устои, все, конечно, в семье, все родители сложили, очень крепко. моя мать была очень хорошей, знаменитой педагогом, по-своему, в нашей гимназии. Ее очень стенили, ее очень любили. Я не помню вечера у нас дома, чтобы у нас не сидел кто-нибудь из ее бывших учеников. и воспитывал. Самое главное, что нас объединяет чувство юмора. Это всегда все проблемы решает. И мы никогда не дискутируем о музыке, просто он очень открытый человек, он всегда допускает, что, может быть, его мнение когда-то изменится. Это, наверное, касается поп-музыки и джаза. Но мы ему отбираем хорошие вещи, играем его так по маленьким, маленькими дозами его кормим этим делом. Но он выдерживает. с юмором выдерживает. Я никогда не говорю, что я устал. Не ставлю себе пример, но просто боюсь этого слова сказать. Про себя бывает иногда, ну, ноги болят, там, то-то, что... Но это все равно приятно. Был концерт, но было приятно. Это все так должно быть. И вот мне в этом очень в жизни повезло, что мы с женой мы не устоим. Жена, не только вот жена, но она и соратник, она и берет очень много важных дел жизни на себя, что я полностью разгружен для творческой работы. Она сама не только домохозяйка, или она прекрасная была начальнистка, она и кончила, с отличием, Московскую консерваторию у Мислава Липовича Ростроповича. Она кончила аспиратуру Московской консерватории. Она профессор Литовской Академии Музыки. Она играла уже в первом составе Литовского камерного оркестра и была как тиркмейстером, солистом Литовского камерного оркестра. У нее богатая творческая жизнь. Но в последнее время она абсолютно полностью переключилась только на поддержку меня. Я еще в 88 году получил предложение Александра Чернушенко, ректора консерватории Петербургской, воспитать репрезентационный камерный оркестр консерватории. Это для меня такое приглашение было очень почетное. Представьте себе, я три года числялся как приглашенный профессор Петербургской консерватории. Думаю, что нет музыканта в мире, который бы не гордился таким пунктом творческой биографии. Три года мы были как бы в стенах консерватории как академический оркестр. Мы выступали на фестивале Франкфурте, на фестивале молодежных оркестров Испании в городе Мурси, где тоже получили признание как лучшего оркестра этого фестиваля. А потом поступило такое предложение от Бориса Борисовича Петровского, тогдашнего директора Эрмитажа, отца Михаила Борисовича Петровского, теперь еще руководителя Эрмитажа. Борис Борисович пригласил меня и предложил, чтобы оркестр стал выступать уже под флагом Эрмитажа. И с 94-го года мы носим почетное имя оркестра Государственного Эрмитажа. До этого мы называли Санкт-Петербург-Амират. Санкт-Петербург-Амират. Эрмитаж. Первый раз еще был молодой, только окончил еще консерваторию, в этом зале. А когда увидел это, я думаю, ой, когда-нибудь в жизни здесь услышать Моцарта. Потом, спустя почти 50 лет, пришлось только услышать на Вирже. Самые красивые, самые трогательные и как бы специально для Моцарта построены. Только Моцарта музыка своей красотой может вот так достойно вписаться именно в эту красоту и вместе соединяться. И, конечно, сегодня счастлив. Моцарта тут есть и записи Оркестра Государственного Эрмитажа. Особенно для нас важные записи, которые нам много способствовали признанию нашего оркестра именно Камерата. Здесь вот все программы Литовского Камерного Оркестра с первого года до его ликвидации в 2004 году. Вот последняя папка концертов. Самая весомая часть моей деятельности связана с Литовским Камерным Оркестром, которого я создал в 1960 году, но исключительно из своих учеников, бывших учеников школы Чурлениса, студентов Консерватории. Фактически благодаря деятельности оркестра возродился жанр для Камерного Оркестра в Литве. Я сыграл, наверное, больше ста новых произведений литовских композиторов разного значения и художественного уровня, но играл все. В первое десятилетие деятельности оркестра, даже 15-летие, я не приглашал никого из ведущих знаменитостей. Не приглашал никого. Я помню, у меня даже был такой интересный разговор с Славливым подвижным Ростроповичем. Он вдруг меня спрашивает, а чего ты мне не просишь, чтобы я с тобой играл? И я уже ему отвечаю, ну, а ты мне не партнер. Ох, ишь ты, какой я тебе не партнер. Вот так, и ты знаешь, он символом человек. А я говорю, у тебя свои партнеры, у меня свои, у тебя Караян, Азава, Ойстрах, вот твои партнеры, а мои партнеры мои. Ну, вот так, ну, правда, он пошел к директору филармонии и попросил за концерт, говорит, я хочу с Одессой с собой. Я сознательно не старался ни с Леонидом Кованом, ни с Эмилием Гиллисом, хотя Эмилием Гиллис приезжал в Вильнюс, и мы с ним много общались, и было все возможности им выступить, я нет. Мой весь, так сказать, взгляд был антересован на эту гениальную молодежь, которая тогда только начинала, они играли фантастически, простите, но они не играли ни хуже, чем эти великие мастера. Это я не унижаю мастерство, это великие, но когда я слушаю молодежные записи Спивакова, как мы встретились в Таллине, потом очень подружились, очень много играли, или потом позже с Юрой Башметом, а с Гидоном Кремером еще раньше, с Таней Гринденко, Алешей Любимовым. Знаете, это же были такие мастера. я горжусь тем, когда Гидон Кремер задумал создать свою Кремерату Балтика, он первое, что сделал, обратился ко мне, чтобы я помог ему осуществить его идею. очень много занимался, и первые гастроли, первые концерты, первые примерно 20 концертов, 15-21 концерты Кремерат и Балтик я дирижировал. Для Кремера помню с 4-5 класса, и когда он кончил школу, первые его речи Таль за пределом Риги я организовал здесь, в Вильнюсе. Я очень хочу еще вспомнить вот такое сотрудничество в течение ряда лет с Татьяной Петровной Николаевой. Это же крупнейший музыкант России и всего мира. Это же гений. А вот здесь наш гость Ягуди Минухин, великий музыкант у нас дома, в гостях. Ну, а с Минухином я 10 лет почти сотрудничал. Он с Световским Камерным оркестром провел, дирижировал 59 концертов в разных странах мира, записал три компакт-диска. Вот наши программы гастрольные программы по Германии, шнитке солисты, оркестр моего, наше знакомство, а потом и дружба с Альфредом. Она началась в 77-м году. И вот мы с Крайнием очень дружили, мой большой друг Володя, ну, выдающийся пианист, мы с ним много играли. Ну, он мне говорит Володя, ну, что же мы-то, Моцарта, Моцарта, давай что-нибудь сыграем другое уже. Я говорю, ну, а что? Он говорит, ну, давай сыграем Альфред, шнит, это же такой прекрасный концерт мне посвящен. Такой, ну, давай сыграем. Он говорит, так одно-то нет, он мне нот не дает этот Крайний говорится, ты попроси его. Ну, хорошо. Я звонил, Альфред, он говорит, плохое сочинение, это играть нельзя. Ну, я как-то выклянчивый у него эти ноты, достал эти ноты, но он сказал, ну, только не публично. Публично на концерте не разрушая. А приехали в Москву, в ДЗЗ, главный студии, ну, выдающийся режиссер, Пазухин, звукорежиссер, гениальный, он записывал, и вот как они с Альфредом вместе сидят на записи, на этой нашей записи. А вот это мы после записи. Ну, вы знаете, запись удалась. Мелодия выпустила потом эту запись, конечно, с разрешением Альфреда. Он сам был очень доволен. после завершения гастролей в Германии, Австрии с Альфредом Шнитке у меня продолжалась такая очень активная творческая жизнь и дружба. Это его концерто-гроссе, где он играет сам партию, партия. Я думаю, что это единственные его записи как пианиста. Этот концерто-гроссе номер 3 посвящен мне, а концерто-гроссе номер 1 это Гидону Кремеру, Татьяне Гриненко и мне. Вот я очень горжусь такими посвящениями. А вообще я играл пять премьер новых произведений Альфреда Шнитка. А вот это табула раса арвопярта, где фартию, фартипиано тоже исполняет Шнитке и вот с дедикацией самого автора. Что он тут мне написал, можем прочесть. Дорогой Саулюс, то, что мне хотелось вам передать со словами, никогда не может сравниться с тем, что сказано вашими руками. Ну вот. Моя глубокая благодарность вам. Это арвопярта, такая трогательная запись. Мои произведения, которые записаны этим коллективом, они являются самыми удачными записями моей музыки вообще. Этот коллектив представляет целую школу, которому отец один. КОНЕЦ Встреча с искусством, с большим искусством, в таком музее, как Эрмитаж, в таком концертном зале, как Большой Концерт. Вот там человек себя уже как-то чувствует другим, и его душа поднимается где-то он поднимается на небеса. Никогда не пойму, почему он так вот дирижирует. Никогда не смогу повторить. Вот это неповторимо. И я анализировал и не понимаю все равно, как это сделал. Вот обычную арию Баха мы играли, я играл в оркестре, отец дирижировал. У меня мурашки по коже бегали. Это невозможно так сыграть. Я не знаю, как бы Моцарт и Баха общался со мной, если бы он был жив. Но его нет. Вот я беру его ноты, играю. И мне кажется, что я с ним как бы на ты. Потому что я играю эту музыку и как бы свою. Это нескромно так говорить, но ни один представитель другого жанра не имеет такого близкого соприкосновения именно к автору. К автору вот такого великого творчества. И мы поэтому очень счастливы. Но мы видим в этом счастье свое несовершенство. вот этот дуб посадил мой отец. Это был праздник литовской печатности. ПЕСНЯ вот 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 здесь был наш дом. Вот он так косо вот где-то здесь. Там какие-то деревья стоят. Это деревья, наверное, наше. Не совсем уверен, ли это дерево было в нашем саду, но что это дерево меня помнит точно. Нет больше никаких следов. А вот был сад огромный вот с этой улицы до следующей улицы там. Это больше 150 метров. Ну здесь устраивали и спортивные соревнования с детьми, и была небольшая баскетбольная площадка, так как я любил баскетбол играть. Ну я когда подумаю, я счастливый человек. Конечно, когда подумаю, а что мне пока, пока я прожил такую большую жизнь, 80 лет. И вспоминаю своих родителей. Моих родителей. Тоже они все потеряли. Я помню сам, когда я приехал в город Чавля, и вот мы были на этом месте. Ночью целую ночь просидел на разбитом вокзале, утром через эти развалины пришел к дому нашему. Вся эта улица была разбита. и этот дом, который еще остался единственным на этой улице, он тоже был разбит. Его восстановили, сейчас его не... А всех остальных все снесли, никого, ничего нету, как видели. Вот все, вот моя комната. Все сгорит, ничего, все сгорит. Вот так вот смотрю, вот эти пройки. И ничего, и вот один маленький чемоданчик. И с этого начали страшно. Сделай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok